они пошли в автомат и кидали монеты по 5 рублей и проиграли хату и теперь если они не вернут хату ашота нет это слишком это расизм у Иван Сергеевича той дед им набьет ружи ну блин играл в руинер мне что-то не понравилось я возможно на геймпаде играл поэтому мне что-то не зашел руинер совсем возможно потому что на геймпаде я просто не совсем понял зачем играть в hotline майами со странным ракурсом и немного кланки геймплеем когда есть собственно говоря hotline майами поэтому я не стал кто на геймпаде играет в руинер это нонсенс я спросил в местной конфе типа чё пацаны во что играть я деньги вернул и купил золушку поэтому но золушка оказалась тоже как бы сомнительным развлечением поэтому все плохо в наших отношениях все плохо сейчас все станет очень хорошо потому что мы сейчас быстренько вспомним как в это играть и сразу же быстренько без розыгрышей без проигрышей отредактировать не разговаривай не разговаривай не разговаривай не с чем разговаривать ты просто ты просто стример ты машина который имитирует может ли стример полюбить человека эти другие вопросы в трекере все погнали это жабы это изюминка нет это вообще не изюминка и это не вот эта изюминка уз надо не изюминка это как бы слизко жишко одна моя знакомая вообще сказала что и данный предмет напоминает колизму как бы ты сидишь тебе хорошо ты отдыхаешь от саундтрека но при этом ты вспоминаешь что ты не можешь никого пройти тебе становится немножечко больно и один потом ты еще смотришь записи всех вот этих вот стримах всех этих людей и они так играют как будто это все очень легко вот этих вот в играх в мидбое это самая главная трагедия их или самое главное блин самое главное самое главное на на обманное движение потому что это все так выглядит легко и все вот эти вот их они увороты за секунду и принцессу они блин с первого раза когда она начинает головой кидаться убивают и от бельгийских твайфеля не уворок куда ты попер мелкий ублюдок нет-нет-нет-нет а потом ты просто умираешь и все маленькая сучка мо большая сучка и оба меня здорово вафлич вообще будет русская вафля с лимонной начинкой я в школе в школе когда был только такие жирал поэтому сейчас я сижу на двух стульях одновременно твою мать дады твою здесь так она какой маленьким ставится вот на такой маленьким становится это я вспомнила спуки смотри я даже дошел на 1 но первая часть она очень коротенькая легкая допустим смысле первая фаза это у ха 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 он прям смешуточки в меня кидает ой 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 так допустим а вот дальше то траблы будут распахивай свою чипа полетели пуля бил полетели бомба ракеты я хотела я его я его хоть бахнул или чё вот это вот это у меня крышка хотя на 4 бомбочки может я на каплю накидаю чё делать чё делать пока мы стрелять они мешают это это бьет это бьет все бьет меня полетели а все ты ваще сосуха во 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 сарделечка маленькая моя сарделечка не летай так зигзагами ну и что что я не умею готовить возвращайся обратно на сковородку окей нужно делать я уже все пока стрим перезагружал опять же забыл как воевать но не убивай меня за тележечки свои ты зовут ок или что они еще сбрасывать что-то ё-моё и но с этим боссом и вообще не знакомы то есть я видел наверное две его фазы максимум две фазы а то и по ах ты ах ты розовая утка ты меня предала я думал ты моя подружка розовая утка какие же здесь красивые анимации просто забей вообще как же я плохо играю просто забей дважды не ну шары вообще не проблема шары это меньше из всего что меня может волновать расположению похоже на волковые яйца с четырех сторон и у него же розовый нос я думаю на нем прыгну как тебе игра в целом очень приятно одна из самых приятных аркад за последние годы я вот размышлял немного сидел настолько ли капхэт скажем будет культовым как мидбой например но для этого нужно во первых игру ски до конца пройти мне кажется все таки он не будет настолько культовым как мидбой давая так криво сформирую свое предложение потому что я сейчас видел но очень приятное впечатление игра оставляет конечно мне вот на этом вообще проигрывать никак нельзя да прекрати ты меня таранить ну пап блин мне надо реально у ворот купить и все будет хорошо не провешь игру пока не начнешь использовать стрельбу не двигаясь но есть такая проблема да то есть вот на этих вот моментах возможно только я все равно потеряю поэтому вернулся профессионально между прочим не пройду ну на легком пройду а потом буду изображать как будто полностью прошла настоящую концовку на youtube и посмотрю и ты ничего не докажешь вообще в суде можем можем увидеться в суде я блин только за на этом заработаю 400 миллионов долларов если ты на меня в суд подашь и сделаешь разоблачительное видео с тем что я капхэт не прошел на максимально у тебя ничего на меня нет понял кроме одного хп и какой-то невероятного босса который сейчас будет делать невероятную хрень мне надо делать хрень со мной парень получай лучше получай порцию молока блин это даже не финальный фаз я еле-еле дотошнил половиночку не может быть лампочка зачем зачем ты перепрыгнул когда он не перепрыгнул спасибо за стриму лёха передай привет марфи аноним мафия марфи марфа была такая песня сирене вам переднички по марфа костиель говорят дай супер натуралов костиель точно марфи привет марфа хорошая песня нет это не она это зеленоглазый такси это ты чё отсюда-то пришел где смысл да легкий босс легкий но по крайней мере первые две фазы и третья фаза нифига не легкая вообще особенно когда он со спины атакует меня психи психи на чего вы едете ооо щер так окей проблемы о боже а че я в него этим стреляю можно же под ним стоять и стрелять Тройной штукой, например Ааа, наехал на меня Надо пройти Спустя 3 часа Бам Розовые, они хилки Блин, чат еще пытаюсь читать Ну, поеду, ну сумасшедший, ну сумасшедший Да, я себя еще хп не терял А, все, я уже забей, чат читаю Короче, сложная игра Вне стримов, думаю, да пройду Немножечко чат Он легкий, но долгий, говорят Но первые две фазы легкие, но нужно Я чат просто читаю, окей На этой неделе То есть на следующей неделе будет какой-нибудь контент Поэтому Что-нибудь будет Что планируешь на Новый год? Да стримить будем всю ночь Что, стримха-то у брата? Короче, у меня спрашивали Я сам хотел рассказать Потрясающий гайд, как выбирать новые сериалы Мне говорили С фильмами, может быть, тоже работает Но с фильмами немного другая система И меня спрашивали И метода патентованная Как выбирать новые сериалы Если ты не знаешь Или, например, услышал Про какой-то замечательный сериал Вот у меня сейчас спрашивают, например Американский вандал Понятия не имею, что за сериал Заходим на АМДБ Так, порнохи нет, все нормально АМДБ На M На I просто Просто я не буду использовать букву P Никогда на стримах Все будет хорошо Дианон по Windows 10 Ну, бать не пали Заходим на АМДБ Не знаю, как называется Американский вандал В оригинале Американ вендал Американский вандал Американский вандал А может быть, это фильм А, это пародийный Нетфликсовский сериал Который псевдо-документальный Да, хотел посмотреть Должен быть хороший Трейлер очень забавный Про чувака, который рисовал пенисы На машинах своих учителей Это там все супер пафосно Супер Супер стилизованно сделано Хорошая вроде пародия Окей, нашли сериал Американский вандал Базовая методика Отхлебнуть чая Потому что сериалы смотрятся с чаем Смотрим на общий рейтинг Если общий рейтинг выше 7 баллов Это смотрибельный сериал С фильмами, в принципе, тоже работают Но там между шестеркой и семеркой Еще какие-то обычно бывают фильмы Вкусовщина И периодически включается Что-то там можно найти 8,3 Значит, сериал базовую проверку прошел Хороший Далее идем сюда И смотрим на Самые высокооцененные эпизоды Не обязательно запоминать какие Не обязательно назвать Нам просто нужны цифры Обычно Серии выше девятки Это самые примечательные серии В которых происходят Либо какие-то сюжетные твисты Сюжетно значимые серии Вот честно говоря Здесь особо нету никаких Выдающихся серий Но правда сериал пародийный Поэтому возможно Это не самый успешный пример И опять же на топовой серии Нужно смотреть Когда уже сериал Либо долго идет Либо Какое-то мыло Стрелы рейтинг 7,8 Смотребельный Да Это уже CW Параша Там и супернатуралы И стрела Ну блин Это уже вкусовщина Как бы начинаешь смотреть Я понимаю, что это не всегда работает Но с новыми сериалами Это работает Например Тут можно что-нибудь еще поискать Confession tapes Белое золото BBC между прочим Белое золото 7,5 Ну вот То есть Белое золото От нечего делать Я обычно по такой методе смотрю Когда еще новый сериал 7,5 рейтинг Близки уже к нулевому Бывают сериалы Именно когда Средний рейтинг у него Не очень высокий Опять же 7,5 А высокооцененные серии есть Каким-то образом Они Каким-то образом Они просачиваются То есть сценаристы Очевидно поработали Вот например По таким оценкам Я бы не стал сериал смотреть Понимаю Возможно это поверхностное Какое-то суждение Но я ищу примерно так Сынов Анархии смотрел Голосов мало говорят Это не важно все Все равно Среднеарифметическое Получается Какое-то мнение Массовое Бессознательное Оно работает Вот опять же Пример Боджек Фиг знает вообще То есть это супер культовый сериал Я посмотрел первых Две серии Боджека Мне не очень понравилось Потому что это Комедийный сериал Мне говорят Это не комедийный сериал Это супер драма Анимационная Вообще То есть 8.4 У него супер рейтинг Он там в топ 250 Входит На 217 месте В топ 250 Вообще самых лучших сериалов В принципе Окей Я начал идти по оценкам сезонов И то есть Первый сезон Вообще полное днище Получается Потому что Все оценки Ниже 8 Я блин Да я смотрел Первую серию 7 То есть Окей Вторая Не мне не понравилось Я не знаю Здесь все серии В первом сезоне Получается Примерно Одна что ли Выскооцененная серия То есть это все Проходняк Который ты смотришь Я не знаю На работе Когда блин Душек в обеденный Перерыв Жрешь И ты смотришь Это восьмерка И тебе ок Ты вроде и посмотрел А не посмотрел Ну и че 84 Вот да То есть 11 серия Первого сезона Что-то интересное Происходит в сериале Ну когда ему Тебе дойдут До баджека Ты че Мультики смотришь Тебе че 12 лет Да я такой Ребят Спасибо всем Такой Какой-то стрим Как всегда Я какую-то хренью Промарился Синдерелла Все дела Стим мне подсказал I will with him Но я в первую не играл Не знаю Напишите Мне нужна ли Мне нужна первая Да Надо знать первую Чтобы играть во вторую Увидимся на неделе Что-нибудь сделаем Спасибо большое И Скоро До встречи Трудового Будня тебе Завтра Не просыпай Наработку Муа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok